Об участниках блокады говорил сегодня и глава государства. Президент находился с рабочим визитом в Харькове. Что делал, какие вопросы поднимал Пётр Порошенко, знает Светлана Шекера. Рабочие Харьковского тракторного завода ждут президента в сборочном цеху. Люди признаются, соскучились по работе. Ведь почти год завод не работал. И только месяц назад, после смены собственника, с конвейера сошла первая сельхозтехника. Работаем во всю мощь. Соскучились на самом деле. Мы пережили столько, поэтому работа для нас – это всё. Норма – собрать каждый день по 7 тракторов. Комплектующие на 80% украинские. Только двигатели импортные. Продавать, говорят, есть кому. Уже большая очередь. Завод же почти год не работал. Заказчики – это 500 тракторов Украина. Остальное нужно продавать за границу. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Президент Украины машиностроителей обещал поддержать. Аграриям, которые будут покупать украинские трактора, государство компенсирует 20% от стоимости техники. Также Порошенко пообещал обеспечить условия для роста украинской экономики в целом. Кто-то очень хочет расхитать лодку. Кто-то очень хочет с прапорами походить по проспектам, выкрикаючи «Геть!». Почему? Потому что работать не умеют. Ничего даже собачьей будки в жизни не сбудовали. Не обошел стороной Порошенко и недавнее задержание главы фискальной службы Романа Насирова. Глава государства заявил, НАБУ – орган независимый, а перед законом все равны. Поэтому у правоохранителя есть все рычаги, чтобы довести дело до логического конца. Между прочим, борьба с коррупцией – одно из главных условий сотрудничества с международными партнерами. И на этом поприще есть хорошие новости. Мы завершаем процесс ратификации угодов по ассоциации с Европейским Союзом. Вчера Рада ЕС открыла зеленое светло на последний завершенный этап безвизового режима. И мы ждем ближайшего часа голосования в Европарламенте, который поддерживает наши европейские прагнения.